МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, реклама это все-таки великая вещь. Когда идешь по улице, и тебе навязчиво суют рекламный проспект какой-то фирмы или магазин, это чертовски бесит. Но когда всем суют, а тебе нет, начинаешь задумываться, что с тобой что-то не так. В эфире «Убойной ночи» шоу, в котором шутят на темы, еще с утра казавшиеся такими тревожными. Меня зовут Павел Виноградов, и вместе со мной властелины юмора. Они так себя обычно называют. Начнем мы, пожалуй, с красной стороны. Евгений Кожевин, настоящий ловелас, никогда не пропускает мимо себя ни одной юбки, поэтому шотландские туристы боятся попасться ему на глаза. А пусть боятся правильно. Артем Пушкин, его учитель русского языка, до сих пор хвастается, что учил грамоте самого Пушкина. Кирилл Бабанов, говорят, что он продолжает разговаривать даже во сне. Руслан Белый, ходят слухи, что он переехал из Москвы в Бобров и отслужил в армии только для того, чтобы было над чем шутить. Роман Чистов, единственный человек в юморе, который защищает российские автопромы, только потому, что ему не выплатили всю зарплату до сих пор. Я до сих пор надеюсь. Леня Махно всерьез считает всех жителей планеты Земля своими заложниками. Они у меня получат. Немного музыки. По народному поверью, если этот человек перестанет играть на гитаре, то небо обрушится на землю, и реки выйдут из берегов. Александр Родовский. Новость сегодня посвящена самому долгожданному открытию в мире науки. Ученые из университета Сидней обнаружили у пчел ген эгоизма. По мнению ученых, аналогичный ген есть и у человека, и найти его – это вопрос времени. Можно ли будет в будущем повлиять на гены, сделать из эгоиста заботливого и внимательного человека? Об этом наука умалчивает. Также она умалчивает, есть ли у человека, как у пчел, ген, отвечающий за производство меда, за строительство улья и жала. Но тем не менее, я предлагаю сегодня поговорить о таком явлении, как эгоизм. Красная сторона считает, что быть эгоистом – это хорошо, синяя считает, что быть эгоистом – это плохо. Ланге. Почему хорошо эгоизм? Потому что я себя люблю. А вот в нынешнее время, во время кризиса, это единственное, что не подорожало из того, что я люблю. Артем. Да ты себя не любишь. Я за эгоистов. Я за Белого, за Махно, за Бабанова, за Лангепаса. Паша с Чистовым пока непонятно, но я вроде и за них-то. Леня. Что Леня? Почему ты против эгоизма? А, я, да я всем своим видом показываю, что я против эгоизма. Посмотрите на меня, я же себя не люблю. Руслан, почему ты против? Я считаю, что плохо, Паш, любить себя. Потому что, если все время любить себя, то это уже не эгоизм. Это уже другой порог. Хорошо. Я тоже считаю, что себя люби, это очень плохо. У нас и так с демографией швах. Поэтому на себя люби время не надо тратить. Нужно любить других. А то вымрем нахрен. Вот. И подошел очень грамотно к хорошей мысли. Девушки, у которых есть парни, вот они думают, что все, он должен любить только ее. Это же эгоизм. Это все равно, что читать одну и ту же книгу. А, для кого-то другие книги написаны. Для кого их пишут вообще. Я считаю, что эгоизм это плохо. Мужчина должен читать. Сколько вокруг прекрасных книг, а? Лолита. Три сестры. Капитанская дочка. Иногда можно даже и спид-инфо купить. Да? Ну, иногда. Если нет книг рядом. Вот. А иногда, иногда самую любимую книгу можно и перечитывать. Оттуда пошла поговорка, что книга лучший подарок для Руслана. Мы понимаем, что тебе дарить на день рождения. Да, ребят. Про женщин. Про Елену Исенбаеву. Спортсмены же многие эгоисты, да? Они всегда мечтают быть первыми, стремятся к победе. Если бы спортсмены не были эгоистами, у нас бы не было рекордов у страны. Елена Исенбаева явно эгоистка. И страна ее в этом поддерживает. И я. Хочет девочка высоко прыгать? Пусть прыгает. И мне лично, и моей стране нужны от нее исключительно медали. И нам со страной плевать, какие у нее проблемы в семье. Давайте проведем Блиц. Высшим проявлением эгоизма, я считаю, поступок миллионера и кинопродюсера Роджера Докаса. Все свои 65 миллионов он завещал своему любимцу, псу Максимилиану. Причем суд признал это решение вполне законным, потому что до смерти миллионер выправил своему любимцу Максимилиану вполне человеческие документы. О жене он тоже не забыл, оставил ей один цент. О детях вообще не упоминалось. А собака тоже, кстати говоря, повела себя как эгоист, потому что никому не сказала спасибо. Ну, собака. Собака. На ваш взгляд, самый эгоистичный поступок начнет у нас белый, Ярослав. А я считаю, что верхом эгоистичного поступка считается перебить друга. И при этом не придумать смешного ответа. Ланге ответил на вопрос. Так, Руслан. Нет у тебя больше друга. Некого тебе будет больше перебивать. Я считаю, что самым эгоистичным поступком, Паш, это то, что Джессика Альба ходит в одежде. Это да. Тут не поспоришь. Слушай, ну много эгоисток на земле, реально. Всегда ходят в одежде. Много нет. Она самый главный. Роман. Я считаю, что эгоистичнее всех во время кризиса поступила Белоруссия. Выиграла Евровидение, но сделала так, что на следующий год она будет проводиться в Норвегии. Леня. Самый эгоистичный поступок, это прийти в больницу, сдавать кровь, а потом специально около этой больницы попасть в аварию. Чтобы тебе же кровь. Мол, кровь моя. Смешно. Артём. Я считаю, что верх эгоизма, это когда в переполненном автобусе место кондуктора пустует. Кирилл, закончи блиц. В моём хит-параде людских эгоистичных поступков по-прежнему с огромным отрывом лидирует поступок, который придумали женщины. Это на дне рождения, на пару часов запереться в туалете, чтобы просто потрещать. Нет уже других мест и времени. Спасибо вам за блиц. Мои аплодисменты. Не будьте эгоистами, друзья. Не выгоняйте свою семью из комнаты. Пусть все насладятся рекламным ТНТ. Демо скоро. Вот смотрите. Брежнев правил в одно лицо до самой смерти. Эгоист, эгоист. Андропов до самой смерти правил. Черненко правил, пока он не умер. Вывод. От эгоизма умирают. Мне кажется... Вот, кстати, Путин вовремя сменился. Долго жить будет. Кто-то против. В эфире «Убойной ночи» мы сегодня говорим об эгоизме. Сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики, в которой мы обсуждаем фотографию от нашего телезрителя. В смете программы у нас есть специальная строка «Денежный приз» за присланную фотографию. Но деньги портит человека. Мы думаем о вас. Мы не эгоисты. Внимание на экран, друзья. Смотрите, мальчики делают так, чтобы девочка выросла до их уровня. Это грибная девочка? Да, это грибная девочка. Это конкурс мокрых маечек категории до 4 лет. А с зонтиками это жюри, да? Это ибица от 8 до 6 лет. Вот эти два мальчика, они эгоисты. Ну, видно, да? Да, но, я думаю, рублей за 300 и девочка тоже может стать эгоисткой. Эгоизм это плохо, потому что, вот, не были бы они эгоистами, они дали зонтик. А так, смотрите, девочка уже практически по колено в траве. Не, она говорит, куда я пойду, я вросла. Ребята, ну все, эгоизм это плохо. Мальчики не вырастут, а девочка вырастет. Под дождем. Эгоизм это очень хорошо. Девочка единственная из них, кто знает, что в этот день обещали порывы ветра до 17-40 метров в секунду. Да. Поэтому она беззонит. И она с нетерпением ждет появления парашютистов. Слушайте, девочка такой эгоист, это ее братья. Она так любит танцевать тектоник. Что заставляет их под дождем, а они стоят с моря так. Смотри, старый тектоник может танцевать. Благодаря мальчикам-эгоистам, девочка с малолетства знает, что все мужики козлы. Готовы к жизни. Да. Мне кажется, знаете, что это? Че, че? Как не прискорбно для нашей страны, это эгоизм побеждает со счетом 2-1. Слушайте, а мне одному кажется, что того мальчика, у которого зонт больше, он вот так в руке стакан держит. Да, нет, не одному. Ну, за эгоизм, а? Нет, это облом. Это парни хотели бухнуть, такие уже приготовились, и родители просто не знали, как отговорить зонты им поставили. Это у них коктейли такие с зонтиками. Это людоед. Людоед сделал себе два коктейля. Не людоед, даже это Баба Яга сделал себе два коктейля. Они спрашивают, девочка, а ты почему без зонтика? Она говорит, а я пиво. Спасибо вам за ваши комментарии. Спасибо вам, что каждый раз присылаете нам свои фотографии. Мы хотя бы знаем, что от вас ждать. Продолжаем разговор. Лень, расскажи ты какую-нибудь историю. Тяжело плавать в теме, когда ты не закончил институт. Так. Посмотрите, ситуация. Приеду я, например, домой после вот... Это ж работа у нас. Ну, типа да. Типа, да. Поржать все, думаю, а там работники ржут туда ходят. А это работа. Тяжелый труд. Тяжелый труд. По крайней мере, нам говорят, что да. Лежа я домой, например, да? И мне моя Ксения говорит, Лень, давай, мол, деньги... Надо за квартиру заплатить. А будучи эгоистом, я что, скажу, не-не-не, это мои денюжки я на себя потрачу. Дули-дули. Что она сделает? Она возьмет из монополии деньги, правильно? За квартиру уж надо платить. Пойдет, заплатит за квартиру. Это мне потом по городу искать знакомых судей, чтобы как-то отмазать мою Ксению. И как мне играть в монополию, друзья? Одному. Я против эгоизма. Я не хочу вкладывать в монополию реальные бабки. Я все больше убеждаю, что Ксюша такая же, как и Леня. Я думаю, хоть один нормальный человек рядом с ним. Нет шансов. Там еще есть карточки вот эти. Приходишь, извините, у нас денег нет, можно вам нефтяным, там, нефтеперерабатывающим заводом отдам? Пожалуйста. Возьмите вот это. Возьмите вот это, да. Это вообще, это крутой завод на 10 тысяч. Дай мне хлеб. Слышишь, это очень смешно. Смотри, возьмите вот это, продавец берет, а там идите на старт. Я вот думаю, что вот эгоисты, вы говорите, эгоисты, эгоисты, да? А если вот кругом будут одни эгоисты, во что превратятся мелодрамы? Как будет выглядеть мелодрама, когда главный герой признается в любви девушки? Дорогая, ты знаешь, я так люблю себя. Я так люблю себя, что выходи за меня, и мы будем вдвоем любить меня. Мы будем любить меня, любить, любить, и я буду жить долго и счастливо. Это ерунда же. Мне интересно будет смотреть такие фильмы. А я вообще считаю, ну а почему плохо, что человеку достанется в два раза больше любви, чем в обычных хреновых сериалах или мелодрамах? Тут в два... Человек в два раза счастливее. Конечно, это... Человек в два раза дольше живет. В 10 серии. Я как бы сейчас подумал. Вот смотрите. Эгоист, он все время якает. Я, 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 я. В день эгоист якает 200 раз. Среднесуточная норма яканья 30. А альтруист, он постоянно тыкает. Ты, 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 ты. Среднесуточная норма ты 10. По моему мнению, лучше перьякать и не дотыкать, чем перетыкать и не даякать. Я предлагаю переходить к горячему стулу. Я задаю вопросы одному из вас, вы на них отвечаете. Если будет смешно, значит я прекрасно справился со своей задачей. Раз эгоизм сегодня тема. Если будет не смешно, я сделал все, что мог, а вот участник подкачал. И сегодня попробует справиться со своей задачей и не подкачать Руслан Белый. Ага. А аплодисменты ему. Здорово. Вопросы. Погнали. Что подарить эгоисту на день рождения? Петуха. Почему петуха? Ну, почему нет, Паш? Два петуха будет. Давай. Что сказать эгоисту, чтобы его пристыдить? Пристыдить, сказать парень. Ну прекращай. Ну что ты творишь? Одень трусы. Что изображено на семейном гербе эгоиста? Орел с одной головой. А, орел с одной головой, с одной ногой и с одной рукой. Почему? Почему по одной всего? Что значит почему? Тебя не смущает, что орел с рукой? Почему архитектор поставил памятник сам себе? Думал, что он великий. А оказалось? А оказалось, что он церетельный. Продолжи фразу. Если бы не я, не я, не я, не было бы... Не было бы моей девушки хорошо, 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 хорошо. После какого поступка эгоиста могут выгнать из тайного общества эгоиста? Его застукали за альтруизмом. Если бы в твою честь назвали улицу, с какими улицами ты бы хотел, чтобы она пересекалась? Я бы хотел, чтобы улица имени Белого ни с кем не пересекалась. Почему? Чтобы был проспект. Почему эгоист плачет? Хочет полюбоваться своими слезами. Как жена может отомстить мужу эгоиста? Не дать. И все? Не дать, не взять. Почему футболист, который никогда не отдает пасы, коллегам до сих пор в команде? Потому что, Паша, у него нет ног, и его жалко. У кого эгоист никогда не попросит о помощи? Утонущего человека. В каких войсках должны служить эгоисты? В саперных. Почему? Там нужны одноразовые люди. Каждый эгоист мечтает о личном самолете, не слышит о чужих проблемах и... И не отвечает на твой вопрос. Руслан Белый был на горячем стуле. Ему аплодисменты. Как всегда, по традиции, мы переходим к подготовке финальных номеров. Руслан, отходи потихонечку. Красная сторона в своем номере расскажет нам детские стихи. Синяя сторона расскажет новости. В номерах обеих сторон Александр Родовский будет тянуть на себя одеяло. Как всегда. А я вам рекомендую не трогать пульт от телевизора во время рекламы. Почему вы должны заботиться о рейтингах других каналов, если самое интересное вам показывают по ТНТ? Оставайтесь с нами. Там что-то, Каланча, а как она была? В доме 8, дробь 1, у Засава Ильича, жил высокий гражданин по прозванию Каланча. Вот начало, сами оригиналы. А то можно с этих сделать? Среди районных великанов что-то там было? А, что-то там по имени Степановки, по фамилии Степановки, по имени Степановки, среди местных эгоистов, самый главный эгоист. Да, среди местных эгоистов. Новости. Нужно сделать новость, необычную новость. Давайте сделаем, попробуем просто новости в лесные новости сделать. Чтоб в лесу эти эгоисты, новости эгоисты в лесу. Чтоб белка... Звери? Ну да, звери, прям медведь. Выходит, да, я медведь. Вы меня не слушаете. Вы меня не слушаете. Вы меня не слушаете. Кто эгоист? Послушайте меня, ребят. Почему тебя мы послушаем? Потому что я умнее. Давай, ты хорошо. В эфире снова убойной ночи, и пока вы смотрели рекламу, наши участники придумывали номера на тему эгоизма. Хорошо это или не ваше дело мне решать, хорошо это или плохо. Насчет красная сторона, детские стихи. Давайте, ребята. Голубенькая сторона, присаживайтесь. Хорошо, голубенькая рубашечка. Присаживайся, Леня, мой дорогой. Голубенький, пожалуйста. Минуточку внимания. Просто дело в том, что... Талантливый, простите. Я написал стихотворение, ребята записали то, что я придумал, сейчас мы его прочитаем. Почему-то я написал? А я не написал. Ну, написал-то я. Так я же тоже написал. Хорошо, я пока начну, пока вы спорите. Почему ты начнешь? А я начну. Нет, я начну, я хочу начать. А я тоже хочу начать. Начинайте. А что ты пошел-то? Да он просто слабый. Кто слабый? Я слабый, ты бы помолчал лучше. Я помолчу. Помолчи. Ну, вы команда или нет? Я команда. Я команда. Я начну. А я объявлю. Ода эгоизму. Дядя Степа эгоист. В доме 8 дробь 1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча. По фамилии Степанов, по призванию юрист из районных эгоистов самый главный эгоист. Дядя Степа как-то раз позабыл поднять стульчак. Не ругали дядю Степу. Дядя Степа жил один. Как-то раз в кинотеатре дядя Степа ел попкорн. Хруст ужасный раздавался. Да еще и чавкал он. Возмутились сразу люди. Негодяй, хамло, дебил. Да идите-ка вы лесом. Я за место заплатил. Долго думали, гадали, чем ужасный звук затмить. Вместе скинулись, решили Долби Диджитал купить. Благодарны сразу стали дяди Степе все вокруг. Из-за Степиной отрыжки появился классный звук. Что случилось? Что за крик? Это тонет ученик. Он упал с обрыва в реку. Помогите человеку. На глазах всего народа Дядя Степа пьет и курит. Это необыкновенно. Все кричат ему с моста. Да идите-ка вы нафиг. Здесь глубокие места. В общем, как и в прошлый раз, мальчика спасатель спас. Получил за это дело грамоту, медаль и вас. Ах, спасибо, дядя Степа, что ты в воду не полез. А вот откат. Четыре тысячи, грамота и Мерседес. В коридоре смех и шепот. В коридоре гул речей. В кабинете дядя Степа на осмотре у врачей. Он стоит. Его нагнуться просит вежливо сестра. Дядя Степа ухмыльнулся. Он нагнул ее вчера. Обдохнет, наденет китель, на диване полежит. Если водочки нальете, сто историй расскажет. Как жену ругать при людях, приправляя матерком. Как дела можно не делать, оставляя на потом. И теперь горды ребята, пионеры, октябрята, что знакомы с дядей Степой, эгоистом и скотом. Хорошо быть эгоистом, пользы людям приносить, целый год лежать в больнице и от армии косить. Можно даже эгоистом, президентом мира стать. Эгоистом быть неплохо, главное, людям не мешать. Все, спасибо. Хороший я стих, да, прочитал? Это я прочитал. Да, хорош, я нормально прочитал. Стих самый лучший из вас всех. Я догадался, почему ребята знают этот стих, хотя вроде взрослые мужики. Просто Артем привык читать своей дочке стихи на ночь, да, и заставлял ребят слушать по вечерам здесь, в Москве. На самом деле мы стихи вырежем, а оставим вот этот танец в конце. Вот это будет свыше. Синяя сторона, новости. По-моему, я готов. Как-то так. Паша, у тебя папку возьмем? Паша, папку возьмем. Папку бери. Смотри-ка, Руслан тоже танцует. Новости. Здравствуйте, в эфире новости на канале ГАИСП-ТВ. Коротко о главном. Я сегодня встал 8 часов, в 2 часа сходил в бассейн, в 9 приехал на работу. А теперь поподробнее обо всем. Значит, сегодня 8 часов произвенил будильник. Я не хотел так вставать что-то. Переставил его еще на 5 минут. Помню, еще пятка зачесалась вот здесь. Почесал пятку. Вот, все встал, пошел по дороге. Ну, еще почесал. Зашел в ванну, вспомнил, лампочку надо поменять. Вот, а потом вспомнил, что рано еще не изобрели обменники лампочек. Вот, потом в 2 часа вспомнил, что надо в бассейн идти. А потом вспомнил, как я постоянно сходил в бассейн, думаю, нет, сегодня дом пасут. Вот, и... А, ну все, и потом смотрю на часы, думаю, прикольные часы. Жалко женские. Вот, но с другой стороны и в подворотне темно было тоже. А, вот, а... Все, с новостями спорта вас познакомят. А-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да, с новостями спорта познакомлю с вами Роман Чистов. Криштиан Роналду вышел на матч с Арсеналом-1. Он заявил, что он играть с ними не будет, потому что у него 8 часов солярий. Бегун Юрий Барзаковский установил новый мировой рекорд для коротких бассейнов. Он пробежал 100 метровку за 6 секунд, а церковь подумает причислить его к лику святых. Ну и наконец, новым чемпионом по эгоизму стала уроженка Румынии Зильда Швайгер. Она победила прошлогоднюю чемпионку, уроженку Болгарии Христос Тойчков, просто не вызвав ей скорую. А у нас реклама на Гайзм ТВ. Привет, дорогая. Привет, дорогой. Что у нас на ужин? Ой, очень вкусный сладкий торт. Но у меня же диабет. Но у меня же нет. Новое средство диабета флюкотрел. Флюкотрел и диабета как-то не бывало. Только мужу не говорить. А у нас включение из Олимпийского, где только что прошел концерт Димы Билана, где он представил свой новый хит. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я в Цюрихе. Вот. А, вы хотите узнать, как там в Анапе, в Геленджике, в Москве, в Екатеринбурге? А мне плевать, я сегодня лечу в Цюрих. Пока. Ну что, что там у нас с рейтингами? С рейтингами? Ной. Как? Так. Это значит, меня сейчас никто не слушал? Это значит, меня сейчас никто не видел. А может быть, поменяем название канала? Например? Давайте назовёмся ТНТ. Нет, ТНТ нельзя. Почему? Потому что ТНТ, это канал для людей. Вот, видите? Мы не защитили позицию. Но защитили своё будущее. Буковки ТНТ, это вам. Хороший. За меня погладь. Я глажу за всех. Спасибо. Мне как будто 9 лет сейчас было. Полезную информацию я узнал из этого номера. Я, кстати говоря, сегодня лечу в Цюрих. В отличие от Махно. Там 15-20. Никакого ветра. Спасибо, Лёня. Осталось только проголосовать. Это уже ваша задача, уважаемые зрители в студии. Хотя, в принципе, зачем голосовать? Все же понимают, что лучшим сегодня был ведущий. Ну, голосуем. Ладно. Давайте. Итак, результаты голосования. Сегодня победили те, кто был против эгоизма. Вменяемые люди. Ну, я надеюсь. Напоследок, хотелось бы сказать, что разумный эгоизм, конечно же, необходим. Но если ваш автограф заканчивается словами «великий» и «непревзойдённый», если вы не выкидываете свои школьные тетради, потому что через несколько лет музеи за них драться будут, если в конце концов вы начали заниматься скульптурой для того, чтобы слепить себе небольшой памятник, потому что от властей не дождёшься, это не эгоизм, это нужно лечить. С вами был Павел Виноградов, и я передаю слово нашим победителям. Страна, мы не эгоисты. Да. И сегодня мы готовы поделиться с тобой своей радостью. Мы победили, мы супер, мы лучшие, мы их выиграли, мы великолепны, мы классные. Наскачь убойной ночи. Убойной ночи, мы молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok